Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Возвращение Божьего ковчега Божий ковчег уже долгое время оставался в доме Аминадава в Кириафиариме. Но став царем, Давид решил перенести ковчег в Иерусалим. Он собрал 30 тысяч лучших израильтян и пришел с ними в дом Аминадава. Божий ковчег вынесли из дома и повезли на новой колеснице, которую ввели Оза и Ахиа, сыновья Аминадава. А Давид и все израильтяне играли на музыкальных инструментах. В пути валы наклонили колесницу, и Оза поддержал ковчег рукой. Но Господь тут же поразил Озу насмерть, потому что никто не имел права даже дотронуться до ковчега. Давид испугался Господа и передумал нести ковчег в свой город. Вместо этого он оставил его в доме Авидара, который жил невдалеке. Бог же благословил дом этого человека, пока ковчег находился там. Узнав об этом, Давид обрадовался и решил все-таки перенести ковчег в Иерусалим. На этот раз он хотел сделать все так, как это было предписано Богом. Священники и левиты осветились и понесли ковчег на шестах. Давид радовался и веселился пред Господом, а весь народ играл на трубах и ликовал. И принесли Божий ковчег в Иерусалим, и поставили его на своем месте посреди священного шатра. В честь этого Давид принес Господу всесожжение и мирные жертвы. На чем везли Божий ковчег? Почему Бог поразил Озу? Как переносили ковчег во второй раз? Субтитры создавал DimaTorzok